Далее, Британское Министерство Обороны приняло решение о размещении своих, ну все пишут войск, британские войска впервые будут размещены в Украине в соответствии с определенными планами, это заявил новый министр Великобритании. Нет, не столько войска, будут размещены инструкторы, то есть учебные подразделения, которые будут обучать наших военнослужащих, они будут размещены на территории Украины, ни о каком там принятии участия в боевых действиях не может быть и речи, это будут учебные школы, где будут проходить обучение наши военные. Поэтому слово британские войска, это звучит очень громко и пафосно, я бы это озвучивал и назвал бы это как британские военные инструкторы будут размещены в Украине. Кстати, в Британии там проблемы с полигонами, страна маленькая и местные жители начали очень активно жаловаться на то, что постоянная стрельба, грохот техники, но в британцах, видите, права людей соблюдаются и они предложили перенести учебу поближе к Украине. Кстати, и страны Европы тоже предлагают перенести учебные центры, где готовятся наши военные, проходят подготовку, перенести поближе к Украине, чтобы этот процесс был менее затруднительным, менее затратным и более эффективным. Так что Британия может быть просто первой, которая разместит своих военных инструкторов на нашей территории, ну а дальше может быть и больше стран присоединяться к этому процессу. Может быть будут размещать в Польше учебные центры, и там готовить наших военных и так далее. Также с министром обороны Британии обсуждался вопрос о том, чтобы военно-морские силы Великобритании сыграли какую-то роль в защите гражданских судов от рашистских атак в Черном море. То есть была, я так понимаю, была проговорена возможность участия британских королевских ВМС для обеспечения безопасности зернового коридора в Черном море от Украины до Босфора. Ну пока на этот счет никакой информации дальнейшей нет, вот подождем, чем она проявится, принято было решение, договорились до чего-то или не договорились. Далее, в Соединенных Штатах самое главное на сегодняшний день новость это то, что шатдауна не будет. Шатдаун это такое состояние в США, когда на 1 октября не принят новый бюджет. С этого момента прекращается финансирование всех государственных органов. И, соответственно, вот видите, как у них сделано классно. У нас, если бюджет не приняли, то продолжают действовать нормы старого бюджета. И они автоматически пролонгируются с теми же затратами, с теми же выдатками, с теми же статьями финансирования на следующий год. И это может длиться бесконечно долго. А у них четко, если бюджет не принят в установленный срок, значит с момента вступления бюджета в силу прекращается финансирование правительственных органов. И служащие этих правительственных органов, вот что самое интересное, как принуждают политиков принимать правильные своевременные решения. Служащие правительственных органов либо уходят в бессрочный неоплачиваемый отпуск, либо работают на безоплатной основе. То есть как волонтеры. Что и вынуждает политиков в кратчайшие сроки. Так вот, чтобы не допустить этого шатдауна, был проголосован промежуточный документ, временный бюджет. Этот бюджет принят на 45 дней. У правительства есть и у Конгресса, и Сената Соединенных Штатов. Это три, будем так говорить. Два органа, в принципе Сенат и Конгресс, это просто две палаты одного парламента. Парламент и правительство должны за 45 дней договориться о принятии бюджета по всем статьям и вынести его в зал на голосование. Это может состояться завтра в понедельник, а это может состояться через полтора месяца в 45 день шатдауна. А может и не состояться. Вот тогда наступит действительно шатдаун. Ситуация по прекращению финансирования в стране. Там очень много вопросов. Вплоть до того, что небольшая группа трампистов, депутатов, сторонников Трампа, ну их называют трамписты или маговцы там, они кошмарят в том плане, что хотят полностью перекрыть финансирование поддержки, военной поддержки Украины. Ну, видно Путин поставил задачу, видно эти люди настолько зависят от Путина, что просто приказ ни шагу назад, как рашистским войскам на линии фронта, так и этим представителям Конгресса и Сената США. Видимо Путин сказал, что если не перекроете кислород для Украины, я вывалю на вас компромат. Видимо что-то есть, потому что бьются они, аки горлица, и при том, что здравый смысл, даже спикер нижней палаты Конгресса, он сегодня представитель республиканской партии, говорит, что впервые Америка может за 5% военного бюджета осуществить свою вековечную мечту, ослабить Рашистскую Федерацию, при этом не потеряв ни одного американского солдата. Вот даже такая постановка политического вопроса, ослабить вечного противника Соединенных Штатов, Россию, не устраивает эту мелкую-маленькую группу депутатов. Вот они устроили. Сейчас вопрос военной поддержки Украины, насколько я понимаю, вынесен в отдельное обсуждение и возможно он будет вынесен в отдельное голосование. Хотя может быть будет и включен в общий военный бюджет Пентагона, как это и было до наступления вот этой ситуации по шатдауну или до наступления ситуации по принятию временного бюджета. Продолжение следует...